На выставке кошек можно увидеть много разных пород – сиамских, персидских, майкунов, британских кошек, абиссинских кошек и многих других. Каждая порода имеет свои особенности, такие как форма и размер тела, окрас, текстура и длина шерсти, форма глаз и ушей. К нашему удивлению, среди конкурсантов были и просто домашние кошечки, которые вызвали у посетителей выставки не меньшее умиление и восторг. Животных у нас 103. Присутствует достаточное разнообразие пород. Если раньше это в основном были британцы, то на нашей выставке это в основном бенгалы. Причем бенгалы в окрасах таких, как и розетка на золоте, и минки, и линксы, и угай, и меланистик. Есть курицкие ваптейлы, балинезы, яванезы, бамбина, тоже достаточно редко их можно увидеть на выставках. Естественно, британцы традиционные, шотландцы традиционные. Ну и пройдет еще многие-многие другие. На выставке также представлена домашняя кошка. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я просто приглашаю всех грещан, любителей домашних кошек, у кого дома живет, домашние любимцы, нам на выставку. Домашние любимцы побеждают, выигрывают в выставке есть отдельный best of best. Лучшая из лучших домашняя кошечка. У нас сегодня присутствуют три домашние кошечки. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, потому что эти животные в нашей системе МФА получают титул. Это компаньон, золотой компаньон, серебряный компаньон и платиновый компаньон. Поэтому мы с удовольствием будем видеть всех ваших домашних предметов у нас на выставке. Кошек оценивают и судят в соответствии со стандартами породы, определяющими идеальные характеристики каждой из них. Экспертное жюри оценивало внешний вид, грацию и поведение участников. Чтобы принять участие в конкурсе, у кошки должны быть метрика, титульные сертификаты и ветеринарные документы. У нас в доме британский кошек. Раньше были только короткошерстные, сейчас вот у нас длинношерстная девочка, такая голубая. Ей три месяца. Какие у нас? Битомцы, британцы. Капризная порода или нет? Нет, очень ласковые, нежные. Хоть как бы считается, что британцы вредные, там какие-то самодостаточные, нет. Очень человекоориентированные такие, очень ласковые, нежные дети. Я, я, конечно, хозяйка и питомника, кошек элитной редкой породы. Это называется питомник Нарти. Кошки мои отличаются от других особой культурой шерст. Если честно, у меня на руках котелок, он не пострижен, ничего не сделано. Эта культура вода таким образом забила его шерст в полную. Еще эти кошки отличаются от других. Большими кружками низкопосажен, небольшими глазами. Их очень, очень подозреваемые породы. Левон Рексы обожают их хозяйка. Они готовы уделять вам 100% своего времени, не спать в нем. Они очень, очень любят хозяйка. Все дела домашние будут только их присутствовать. На выставке кошек можно увидеть не только взрослых кошек, но и котят. Поэтому каждый гость выставки мог при желании выбрать себе питомца по душе. А на стендах с товарами для животных сразу приобрести игрушки, рекомендуемые корма и аксессуары для своих пушистых любимцев. Выставка кошек – ярко интересное событие для всех любителей этих грациозных созданий. Узнать больше о различных породах кошек, пообщаться с профессионалами-заводчиками и просто насладиться прекрасным. Вот почему в кинотеатр «Беларусь» каждый год стекается все больше брещан. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.